привет привет друзья вы на канале белый ежик с вами дмитрий и мы продолжаем следить за развитием событий в игрушке волв страйт отгремела отгремела день рождения нашего ананасика запоминающимся но вышла благодаря небраски запомнит его и пипивка и наш собакин он же оказался первой жертвой в списке таки таки ну что ж два дня два дня на подготовку и нас ждет рейтинговые бои с дата сдаст достаточно опасным противником быстрым адепт дальнего боя известен своей мобильностью известная стойка охотник пользуется моментом когда у этого робота закончатся боеприпасы пользуйся моментом пользуйся моментом пользуйся моментом ну слушай я даже не знаю что ему противопоставить или уходить в глухую оборону или же наоборот вести так же себя как и он тем более у нас рама появилась совсем недавно совсем новенькая и совсем даже очень хорошая хэви хэд фэнси базовая атака плюс 15 боеприпасы плюс 5 и очки действия минус 1 может быть пускай он ждет пока у нас боеприпасы закончатся в общем не знаю проверим два дня еще подумаем может чего-нибудь найдем тут где-то прячется кот его сердцем чую прямо холодом по спине бежит ледяными лапками сделай с этим что-нибудь котяра котяра может быть это я видимо нам надо посмотреть ужастик чего ананасик ненавидит триллеры да ладно он как-то чуть штаны со страху не обмочил ананасик да ну что вы на него наговариваете чувак это было сто лет назад мы с мамой и шедо часто смотрели ужастики да потом ты не могла заснуть сейчас я прекрасно после них засыпаю после вчерашней игры меня потянуло на них со страшной силой думаю знаешь я пас у меня есть чем занимается пожалуйста дядя мая ты же постоянно играешь во всякие страшные видеоигры да но это другое в играх можно отбиваться да что не так с ужастиком я не понимаю призраки духи дома с привидениями почему ты их так боишься люди намного страшнее вечеринка была потрясающая спасибо нет не за что поработаем сегодня в два раза больше ну ладно ну вот наконец-то правильный настрой ну что ж вы пока работаете как следует день никаких заданий на сегодня нет ну придется их самому себе находить эти занятия на свалку на что еще может быть не знаю не знаю но просто пробегусь просто пробегусь может быть здесь и забегу сразу и ехать не ехать проверить бизнес слушай ну давай прокатимся аркадный рай как он там работает на даже все таки проверять нет смотри-ка нет я была думал что можно его как-то еще улучшить и добавить автоматов но нет ну ладно тогда что снимаем всю наличность может здесь даже больше 2000 не получается а может и получается мы стоит как всегда задумчивая ты а ты неважно стряхнись чёрт может все таки он не до конца вышел этот душок может что-то там еще кто-то остался затерялся а кисы ну что будем купаться сегодня кисюльки готовы вечер пришел прекрасно и небольшая любительница игр ну разве можно отказать такой милой девушки жду не дождусь и следующие вечеринки ну еще бы кошачье купание слушай ну давай давай я ну знаешь все таки в надежде на то чтобы найти ананасики давайте кошечки собрались в очередь и поехали быстренько покупаемся быстренько час найдем ананасики и все будет хорошо главное чтобы буковки попадались такие одинаковые желательно чтобы были все все четыре чтобы были одинаковых вот это будет замечательно внутри тоже можно три тоже можно но в лучшие времена в лучшей форме 16 кошечек купал а сейчас если 15 выйдет то даже неплохо 7 секунд ну еще одну ай ну да как раз одну 15 на 15 ну ты смотри нет ананасика бы все нет ну что ж тогда я пошел а пойду я к углу в бар не хочется мы только оттуда недавно в двор хога заглянул поговорю с ним может какое деловое предложение поступит но мало ли мангус классный бы игра 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 была да это мангус да как всегда отлично бэбус привет приятель дядя хоук сегодня в город потас у него какой-то товар у федералов застрял такой геморрой ну а у вас что нового назначили дату следующего боя слышал вы запланировали что-то важное типа того когда нибудь я сотру эту хмылку с твоей морды посмотрим так ну что рыть будем да ладно а подожди так я не могу сегодня да без дяди хога никак тогда ладно очень плохо тогда я сейчас в ангар наверное закончу сегодняшний день а в следующем дне уже сбегаем может быть в ночной банке банкер байкер послушаем может что-нибудь подслушаем какой-нибудь разговор интересный слухи всякие туда-сюда ну чтож ребятки да 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 не нашел никого итак детишки убирайте игрушки и байки завтра продолжим привет кожаные ублюдки добро пожаловать на полночный променад с вами фон хоган возможно сегодня я уже не так им было вчера говорят все клетки в теле постоянно обновляются кроме натоптыши на пятках от них приходится избавляться с помощью терки или мини пирани и так к делу ковбой обошел джо джаз баса и бронированного джангера поздравляю переверни страничку что-то еще случится в следующей главе поглядите на этих ребят какой крутецкий интерфейс с промоткой вы на компе играть или на консоли ой божечки разрушила сказку продолжайте рыдать ублюдки я каждый день и ему недоверие на обед с кетчупом и специями мне скучно просто сидеть и болтать всякий вздор возможно я вступлю в игру вы меня еще не знаете но я могу надрать вам задницы и отпинать по яйцам это будет весело ну вот наш полночный променад и закончился фомган прощается с вами мир вам кожаные ублюдки фомган может мы действительно встретимся на арене четверг утром водители заправочной станции устроили забастовку из-за повышенных цен на топливо цены на нефть продолжают расти топливный кризис сша отразится на 21 стране по всему миру службы и системы жизнеобеспечения продолжают работать благодаря поддержке от государства в городах были приняты меры по снижению количества транспорта на улицах и пм продолжает расследование инцидента на комплексе нефтяных вышек сердца тихого океана прошлых четверях должностные лица и пм обнаружили ряд финансовых нарушений в ста что привело к громкому коррумпированному коррупционному скандалу президент ста маркус дела фронт и четверо директоров компании арестованы остальные сотрудники находятся под подозрением ведется расследование по версии и пм взрыв мог мы мог быть попыткой скрыть доказательства коррупционной деятельности однако следствие продолжает рассматривать версию террористической атаки вот так новости вот так новости вот так зачем они нам нужны может они как-то переплетаются с нашей истории общество мертвых ублюдков ну что хотя у нас сегодня будет бойли как подожди завтра сегодня уже будет серьезно абсолютно ты гонишь нет кулесник тайфун наш активе это удалось нам просто повезло шедот и герой сегодня что ли подождите а ну да нет не сегодня завтра сегодня утром я нашел свои тарелки шестеренку шестеренку шерстинку ну и что чему-то удивляешься ты просто набит этой шерстью или ты хочешь сказать это кошачья черную как ночь чего ты чего такую морду сделал повтори к что я кажется знаю где прячется кошек наши пи и пси его с роду там не найти он же слепой как крот он меня вечно путает с вузом до корзина и ванной это что сейчас было не твое дело старый настанет тот день когда я пинком отправлю тебя обратно к хогу в утиле ой напугал я легко оттуда вернусь чувак спасибо тебе огромное я все сделаю чтобы выиграть этот бой так небраска что ты хочешь ты серьезно сумел договориться обои конечно невероятно любой пилот на планете правую руку отдаст за бой с тайфуном шедо-то герой и действительно как тебе это удалось и как тебе это удалось что-то сделал для этого текущее задание ну слушай пока нет значит обязательно что-то появится подожди что это было новая песня крутая небраска доступна интересно будем в баре может быть скоро где бы этот кот не прятался готов поспорить он голоден нужно на обратном пути еды кошачьей купить корму для котика хорошо ну а где еда где это в картежнике бродяги может там обновился этот ассортимент ассортимент ух сколько всего корм для птиц просто лапша жвачка для мозга корм для кур корм для собак корм для людей ананасик кайтфуд не для собаки ленивки и или или птиц но берем берем я ананасик тушь может поболтать еще нет поболтать не получится ему дарить ананасик может но не знаю пока пускай полежит меня я же хотел леопардику подарить ну что в ночной байкер нет ангар зачем зачем лада Завтра бой. Завтра бой. Ну что? Фэнси Жек. Скорее на Хога. Нет, наверное, на другой стороне. Крутая небраска. А ну-ка. Слушай, тут тоже только подарить ананасик. А вообще я... Давай подарю ей ананасик. Ананас? Ну спасибо. Ну, наши отношения стали крепче. Личности в Сити Дэшам это те же самые. Новых никого нету, поэтому... Поэтому уходим отсюда. Ммм, какая была ровная сумма. Потратился, да? Немножко. Снова на айфу не донёс. Хм. Ну ладно. В следующий раз уж точно ему подарю ананасик. Обещаю. Ты серьёзно сумел договорить с собой? Конечно. Подожди, я же купил еду-то. Что ещё? Купил. Корм для котика я купил. Всё правильно. Что мне нужно сделать? Сегодня утром я дошёл в свои тарелки шестерку. Ну это... Так, подожди. И что мне делать с кормом? Я купил корм. Так, здесь всё починено, всё отремонтировано. Небраск. Ты же мне говорила за корм. Что мне теперь делать-то с ним? Ммм? Ладно, тогда я не знаю, что делать. Я закончу просто... День и всё. И да. Вы от кота-то в итоге избавитесь, а? Лучше не шути с одной, котяра. Не знаю я. Мяу! О, привет, малыш. Ты голодный? Вот, держи. Ну, или как хочешь. Тебя кто-то тут подкармливает, да? Ну что ж, день двадцать девятый подошёл к концу. И сегодня... Встреча с Айури. Мне только что позвонили с арен, у них всё готово. Скажу честно, котяра, я впечатлён. Это было мега круто, чувак. Не могу дождаться, когда выйду на арену против самого Тайфуна. Не стоит благодарности. Так что ты сделал, чтобы устроить нам этот бой? Ничего противозаконного, надеюсь? Ничего такого, куриесник. Всё чисто и прозрачно. Я очень на это надеюсь. Сосредоточусь на подготовке ковбоя. Когда дядя Найф победит, про него могут даже в новостях написать. Да, несите софиты, я готов. Да, ананасик, она права. Пора привыкать к славе. Не волнуйся, чувак. Годы тренировок меня закалили, я готов душой и телом. Мой пацан. Ладно, поднимайте зайницы, пора выдвигаться. Подожди, пора, подожди. Так, где же всё-таки кошечка прячется? Зовите Зизи. Я только надеюсь, что вы не слишком грубо закопались. Глубоко, если вы понимаете, о чём я. Я одну проблему не решить, не создав другой, не забывая об этом, котяра. Я смотрел все четыре сезона Сейнт Сейлари Сайори. Там про группу девочек-старшеклассниц, которые превращаются в гигантских боевых роботов, чтобы сражаться со злобным трюкголовым огурцом. Бред какой-то. Выставляя овощи врагами, какой пример они подают детям. Хм, я просто пытаюсь представить себе трюкголовый огурец. Как ящерица, только огромная и уродливая. И вовсе это не огурец, это зигоморф инопланетной расы. А по мне, вылитый огурец. Известность и слава меня мало волнуют, чувак. Но видеть общий восторг очень приятно. Осёл, ты станешь звездой. Ковбой сегодня будет во всех новостях. Мои друзья дома с ума сходят просто. Дядя Найф станет звездой. Да, ребят. Вы полты, пополты, полты. Полны энтузиазма. Я смотрю. Но всё равно надо как следует подготовиться. И я взгляну на тренировочный протокол, потому что здесь может быть что-то новенькое, интересное. Искусственность, многость сердца. Вывод из троя сегмента. Восстановление 2. Боеприпасов нов. Правой рукой наносится. Угу. Ну ты слушай, это серьёзное. Ну, очки навыков. Мне что-нибудь для правой руки, но что-нибудь такое простое. Здесь очки навыков 2. Не хочу так тратить. Хороший, плохой и злой. Уселение. Отталкивание 2. Вызов на дуэль. Так, ну слушай. Ладно, пока подожди. Пока подожди. Что мы будем делать с роботом? Раму, конечно, нужно менять. Правая рука нет. Левая рука. Рамах выход фэнси. Базовая атака. Боеприпасы 5. Очки действия снижаются. Ну и что? Ну и что? Сейчас у нас 8 боеприпасов. 8. Пополнять сколько мы можем? 5. Значит, надо что-то менять. Значит, надо что-то менять. Значит, всё-таки мне понадобится, наверное... Где? Цельнометаллическая перезарядка. Возьмём её. Хотя... Я готовлюсь к атаке. Правильно ли это или нет? Пилот. Штурмовик стоит. Хорошо. Бестолковый удар. Ладно. Очередь из винтовки. И, естественно... И, естественно, потрошитель. Ну, опять же, потрошитель. Потрошитель. Повреждение брони. 60 единиц урона. Это хорошо. Но повреждение брони... Зачем это нам нужно? Повреждение брони. Перезарядка. Цельнометаллическая перезарядка. Вычурное самолюбование. Может быть, всё-таки... Провокация. Давай возьму всё-таки провокацию кактус. Ну, что ж. Что ж. Для разогрева какой-нибудь боец. Виртуальный. Столько боеприпасов. Только успеваю стрелять, а? А что с ним? О, 290. Ничего себе. Большое количество, конечно. Стоточка, правда, сразу слетела. Не, ну, я думаю, что будем стрелять. Будем стрелять. Никакой не защиты. Сразу просто разделываем его, и всё. 10, 10, 10. Неплохо. Неплохо. Давай чуть назад, да? И просто-просто-просто-просто-просто-просто. 70. Ну да. Было бы так просто с Сайори. Там же будет всё серьёзно, а? Там же будет всё серьёзно. Не знаю, не знаю. Готовы ли мы к этому? Зачем такое количество боеприпасов? Их много сейчас. Ну... Есть ли в этом такая прям необходимость? Мне кажется, особой нету. Лучше бы тогда усилить броню правой руки. Хотя... Можно раму поставить. А подожди. Правая рука. Или всё-таки пускай так остаётся. Просто очков прочности забирается. Ладно. Зовите Зизи. Ладно, чуваки. Зовём свиной ведьму и закатываем вечеринку. Я в порядке. Зови. Окей, народ. Ведьми на время. Ну что ж, тётушка Зизи с вами, дорогуша. Давайте сегодня покажем высший класс. Хотя, всё-таки, давай что-нибудь посмотрим. Может, всё-таки репертуар меняется? Или всё так же? Да, смотри, 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 что тут? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Тут что-то свеженькое. Ммм. Очки действия. Перезарядка. Базовая атака. Минус пять. Ну, это в любом случае лучше, чем у нас уже. Очки действия плюс три. Перезарядка на нажидкости плюс десять. Очки прочности. Базовый ремонт. Ничего себе. Прочный, как стена бункера. Блин. Блин. Ну, чего? Ну, чего тогда думать? Слушай, я беру эту штуку. Я беру её. Атака плюс пятнадцать. Базовый ремонт. Стрения. Плюс пятнадцать. Фух. Ближняя. Бронированный шлем. Ну, всё. Номер люкс. Берём броню. И этот, наверное, берём. Очки действия. Очки прочности. Броня плюс пятнадцать. Базовая атака плюс десять. А, это, ну, это рука. Боеприпасы. Аж обшивка. Карбоновая обшивка. Базовая атака. Очки действия. Очки прочности. Прикольно. Ну, давай-ка пока просто что-нибудь как-нибудь по классике. Итак, двигатель. Нет, 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 нет. Обшивка. Вот. Триста тридцать пять. Ничего себе. И шлем. Шлем поменять нужно. Бронированный поставить. Вот так. Ну, теперь голова наша не пробьётся никогда. И туловище. И я уже хочу и пройти, попробовать испытания. Правда, руки. Ручки мои слабы. Ну, я даже не знаю. Стоит ли что-нибудь искать? Или, может быть, попробовать сейчас так? Процессор. Очки навыков. О-о-о. Конечно, берём. Двигатель. Это ладно. Бронированная. Бронированная. Во-о-о-о. Слушай, беру вот это. Ядро. Ну, не знаю. Ладно. Робот. Значит, правая рука становится бронированная пластина. Ну, наверное, точно такую же бронированную пластину нужно поставить и на левую руку. Да? А так, пока так. А потом разберёмся, если что. Ну вот, вот это другое дело. Вот это другое дело. Ну что ж. Погнали. Ну наконец-то, я тут чуть не заснул, пока вас ждал. Ща опять всех скажу паслу на дорожку и погнали. Ты животное, и я свинья. Ну что, ребят, эх, проклячу. Когда вам стукнет столько же, сколько и мне, вы превратитесь в грустных, одиноких старикаш. Будете целыми днями ожидать прихода внуков где-нибудь в доме престарелых, чтобы получить пачку бурсорастворимой лапши и кусок дешевого выла. И какой-нибудь пацан во время школьной экскурсии спросит, почему вы больше не похожи на людей. А все потому, что у вас нет чувства и умора, ребятки. Свин, заткнись и рули. Вот вам живой пример. Чёртова ведьма. Рули давай. Эй, болец. Ты точно к этому готов? Не волнуйся, чувак. Годы тренировок меня закалили, я готов душой и телом. Точно как наш. На нашем первом бое. Чёрт. Как будто это тысячу лет назад было. Да мы с тех пор изрядно продвинулись, верно? Не то слово, молец. Я выиграю этот бой, можешь быть в этом уверен. И твоя мама скоро вернётся, и я тебя не подведу. Молец, не переживай насчёт нас. Это ты сейчас рискуешь жизнью, так что лучше сосредоточься на бое. Хорошо. Я понимаю, что сейчас уже всё серьёзно. Ковбой, дружище. Шутки кончились. В этом бою на кону стоят реальные жизни, и мы должны всё сделать правильно. Мы не имеем права на ошибку. Что бы ни случилось, мы должны победить. Ну что ж. Тайфун против Найфа Леопарда. Сайори против Ковбоя. Шутки кончились, да? Дела серьёзные? Ммм. Это уже слишком. Почему я должен это сделать? Ты в порядке, чувак? Конечно же нет. Меня тут вообще быть не доложено. Не лезь не в своё дело, давай просто покончим с этим. Сколько? 280! 30 брони! Очередь из пушки? О-о-о! Да, и почему он нападает первый? Почему вдруг он нападает первым? Я не могу его сейчас оттолкнуть. Вот это вот беда. Вот это вот беда. Вот это вот промах. Я не смогу стрелять сейчас из своей огромной пушки и пробивать ему броню. Хмм. Ну что же делать, а? И я где-то срезал очки действия. Подожди. М-да? Да, наверное, да. Ну что ж, будем выживать. Что есть, то есть. Саракет. Главное броню снять. А дальше пойдёт всё хорошо. Защита. Ну, робота надо будет, конечно, пересмотреть. Пересмотреть немножко. Где-то я что-то где-то кого-то обманул. Давай движение вперёд, наверное. На. Постоим пока здесь. Конец хода. Уже всё-таки дальник. Вот так. Скорострельная пушка. 135. Ничего себе. Вот это огонь. Медленная перезарядка. Не, ну ты зря ко мне подходишь. Эй, я раньше твою группу слушал. Я вообще фанат. Правда? Серьёзно? Да это уже полное дерьмо. То есть, ладно. Ну, верно, мы крутые. А кто придумал название группы? Убойная же. А ещё тот клип, где люди с мусорными мешками. Обалденно просто. Ну да, да. Рад, что тебе нравится. Рад, что нравится. Ничего себе. Нам руку сейчас ампутируют просто. Блин, мы вообще в невыгодной просто ситуации. Оттолкнуть бы его. Может быть, надо было, конечно, оттолкнуть. Он сейчас просто заряжен на урон. И будет он. Он будет ремонтироваться. Он будет ремонтироваться. Уже сейчас. А может быть. Эх, так и думал, что ни о чём хорошем это не закончится. Всё верно. Я же говорил, что у меня ничего не выйдет. Давай просто покончим с этим и пойдём каждой своей дорогой. Вот, стоило только озвучить тупой план. А, он перезаряжается? Слушай, он... А, это мне нужно пропустить ход. Ну что ж, он... Ремонтируется. Ремонтируется, но... Это будет не так быстро, как ему хотелось бы. Ну да. Совсем не быстро. Просто совсем не быстро. Потому что сейчас будет перезарядка. И прощание с нашим оппонентом. Ну, бронированные руки помогли. Бронированные руки помогли. Раньше мне казалось, что главное не победа, а участие. Но теперь я готов бороться за рейтинг. Хм. Ну вот, перный ли это путь для меня самого? Как думаешь, ковбой? Чувак, я понял, почему тебе так нравится это место. Здесь тихо, и ветерок приятный. Что такое, ананасик? Я тут подумал... Я всегда равнялся на вас, ребята. На Дуки, Джи Ви, на тебя. Особенно на тебя. Я считал тебя настоящим героем, и больше всего на свете хотел быть таким же крутым, как ты. Но не знаю, получится ли у меня. Я понял, что мне не нравится быть человеком, от которого зависят другие. Я воскресный дядюшка, понимаешь? Прихожу по выходным, устраиваю праздник, а потом возвращаюсь к себе. У меня нет воли к победе. Ну, знаешь, чемпионской жилки. Слушай, ну ты сейчас доказал совсем обратное на арене. На эффект. Я все думал над тем, что сказал нам легенда. Мне все равно, выиграю я или проиграю. Бои не моя страсть. Мне нравится пилотировать робота. Но я не мечтаю стать лучшим пилотом в мире. Или о чем-то таком. Я дерусь просто потому, что дерусь, понимаешь? Но сегодня я понял, что дальше так продолжаться не может. Я должен отнестись к этому серьезно. Выиграть этот приз, подняться в рейтинге. Да мать твою, малыш. Кому нужен еще один я, Джи Ви или Дуки? Может, мы и кажемся крутыми парнями, но на деле мы просто кучка засранцев, избалованные пацаны, пытающиеся произвести впечатление на всех вокруг. И я увяз в этом по самую задницу, и мне уже никогда не стать таким, как ты. То, как ты говоришь, твои поступки, у меня так никогда не получится. И не потому, что я не хотел бы. Все равно я чувствую себя марионеткой, которую дергают за ниточки, а собственной воли у нее нет. А ты что думаешь? Будто я знаю, что я делаю. Я понятия не имею, и сказать по правде, я всегда о тебе завидовал. Ты настоящий герой этой истории. Ты боец на арене, ты лучший друг нет. А я... Я просто подтанцовка. Бегаю по поручениям, делаю всякую фигню, избегаю разговоров по душам. Но теперь я понял. Только ты. Никто другой не смог бы стать пилотом этого робота, потому что именно ты получаешь от боев удовольствие. Ты дерешься не ради денег, не ради Джи Ви или Дуки. Ты дерешься просто потому, что ты дерешься, тебе это нравится. И это единственная стоящая причина хоть что-то делать. Ты настоящий боевой пилот. И чтобы там не ворчал Дуки, я не против поддерживать этот кусок металлолома в работоспособном состоянии. Эй! Пока тебе продолжают нравиться бои. Причины на самом деле ничего не значат. Ни для кого из нас. Дуки постоянно жалуется на мамашу, нехватку денег и прочую фигню. Но на самом деле ему это тоже нравится. Он, конечно, чувствует себя виноватым из-за этого, но я никогда не видел его таким чертовски счастливым. Ты единственный из нас, у кого хватает смелости говорить и поступать так, как ты думаешь. Мы все тут старые друзья, и мы отрываемся по полной. Не потому, что мы бежим от чего-то и вовсе не по какой-то глупой причине, собравшей нас вместе. А просто потому, что нам хорошо вместе, чувак. Типа того. Кстати, я тебя еще кое о чем хотел спросить. Валяй. Почему ты всех называешь чуваком? А, это... Ну, просто моих племянниц, отец слова всегда смешит. Чувак, и я решил, что это станет моей привычкой. Ну, вот так. Как-то так, чувак. Мелкий засранец. Эй, а ты помнишь общество мертвых ублюдков? Это зачем барашить? Потому что, сдается мне, мы снова в деле, пусть даже и без джиуи. Ха. Тогда я был просто в восторге от происходящего. Я понимаю, ограбление банка – это не просто универсилительная прогулка, но тогда меня это не парило. Главное, что мы были вместе. Вы больной ублюдок. А то, учился у лучших. Давай, тащи свою заняцу обратно на вечеринку, тебя все ждут. Шейд. Мы выиграем этот чемпионат, чувак. Ха. И как бы сложно не было. Я стану лучшим в мире пилотом. Ну, похоже, нас ничего не останавливает. Огонь стучит в его сердце. Древо насилия расправляет свои ветви. Жилы вздуваются от натуги. Желание навалять всем. Удовлетворить свою потребность. Сражаться. Так рождается чемпион. Бери, придурок. Это все твое. Открыт навык 777. Ух, три семерки. Ничего себе. Что это такое? Так, все. Кто кормит этого долбанного кота? Ммм? Хм. Ублюдок тихорится где-то здесь, а я весь ангар обыскал. Меня это бесит. Господи. Худесник, успокойся. Это просто котик. Просто котик. Это для тебя, просто котик. У меня все инстинкты на взводе. Я спать спокойно не могу. Ты вообще понимаешь, как инстинкты работают, котя? Они не игнорируются. Я разберусь. Отлично. И унесешь его отсюда куда подальше, да? Спи спокойно. Я обо всем позабочусь. Что за три семерки? Я невероятно буду счастлив, наверное. Где в инвентарь три семерки? Это что? Это куда? Три семерки это что? Блин. Я не поставил этот процессор. Купил его и не поставил. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну ничего, ничего. Ну торопился быстро туда-сюда. Я даже и не разглядел все. И очки действия, естественно, нужно будет... Как-то восстанавливать. Ну... Ну вот это первое. Ладно, разберемся. В общем, в спешке готовились. Ну главное, что... Найв не подкачал. И все у него получилось. Правда, да? Робота надо как следует починить. Рука его почти... Почти уничтожена была. Слушай, денежек уйдет на это много. Ну, ничего. Бизнес приносит больше. Я на этом, конечно, остановлюсь. И в следующий раз мы уже все пересмотрим. И все как следует подготовимся. А сейчас спасибо, что смотрели. И пока-пока. До новых встреч. Пока.